риска и пользы при приёме витаминов с детьми раннего возраста. Значит, у нас сегодня в гостях известный, очень известный специалист, нутрициолог, педиатр, ещё много можно было говорить, профессор Бертольд Калецко, профессор Мюнхенского университета. В течение многих лет Бертольд Калецко был председателем Совета по питанию Европейского общества ЭСБГАН, педиатрической гастроэнтерологии, гипотологии и питания. В настоящее время Бертольд Калецко является президентом ЭСБГАН. Это очень почётная должность, которая меняется регулярно, ну, примерно раз в год, раз в три года меняется. И вот эту должность занимает сейчас профессор Калецко. Профессор Калецко не первый раз у нас в России, и каждый раз мы с удовольствием слушаем его блестящее выступление. Я надеюсь, что оно будет и сегодня таким же. И первое сообщение как раз мы предоставим профессору Калецко на тему обеспеченность витаминами детей Европы. Пожалуйста, Бертольд. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить за приглашение принять участие в Конгрессе. Это большая честь для меня быть в Москве. Мне очень приятно увидеть моих старых друзей, и я надеюсь найти новых друзей также. Меня попросили рассказать про витамины у детей, соответственно, их влияние на здоровье. Вы все хорошо знаете, что витамины – это органические молекулы, которые организм не может синтезировать, либо синтезирует в ограниченном количестве, что определяет необходимость их постоянного приема. И есть жиррастворимые витамины и водорастворимые витамины. Сейчас самое время обратиться к витаминам, потому что, по сути, мы отмечаем 100-летний юбилей их изучения. В 1912 году Казимир Фанк, пытаясь найти средства от лечения бери-бери, открыл неоцин и назвал его витамин как необходимое вещество для жизни. Многие люди считают, что на настоящий момент мы, по сути, не должны беспокоиться о витаминах. И существует мнение, что если дети имеют нормальную диету, то, по сути, это покрывает все потребности в витаминах. При этом, если мы обратимся к исследованиям, то поймем, что это утверждение не совсем правомерно. В частности, в одной из работ, которая была спонсирована Европейским Союзом, и было проведено исследование на очень большой группе подростков, было показано, что у них в рационе слишком большое количество насыщенных жирных кислот и солей, в незначительном количестве полиненасыщенные жирные кислоты, и в очень малом количестве присутствует витамин D, фолиевая кислота, йод и фториды. И similar results were found in other studies. I just want to show you one more example from Slovenia. Again, a very large group of children, 2,500 children, and they had too high intakes of sugars, saturated fats and salt, and too low intake of a variety of nutrients, including the B vitamins, folates and vitamin D. Аналогичные результаты можно получить и по другим исследованиям. В частности, приведен пример из Словении, тоже на очень большом количестве подростков, более 2,5 тысяч, и те же самые данные, которые показывали, что дети употребляют слишком большое количество сахаров, насыщенных жиров и солей, при малом количестве витамина B, витамина D и кальция. Таким образом, на основании результатов очень многих исследований указано, что дети в недостаточном количестве потребляют определенные микронутриенты, но при этом основной акцент сделаны на 2, на фолиевую кислоту и витамин D. Вы все знаете, что фолиевая кислота играет очень важную роль в метаболизме в организме человека, в частности, в синтезе пуриновых примедивных оснований, метаболизме аминокислот и других метаболических процессов, связанных с переносом углеродных атомов. И все вы прекрасно знаете, что при недостаточном поступлении фолиевой кислоты в организм развивается определенная клиническая картина, в частности, мегалобластная анемия с полисегментацией нейтрофилов, развивается гласит, и при лабораторном исследовании вы будете видеть низкий уровень фолатов и снижение уровня фолатов в эритроцитах. И, в факт, это было показано, что в системе исследовании, что были суммаризаны в реценте Cochrane review, что если мы не проводим enough фолиевая кислотность, и фолиевая кислотность увеличивается для женщин, мы проводим высокий уровень фолиевая кислотность в женщин, и это, конечно, имеет директорный эффект на детской здоровье. Так что, дарить фолиевое кислотность во время фолиевой кислоты предоставляет анемию в период производства и, в частности, защищает детской здоровье. В ряде рандомизированных исследований, которые были систематизированы в Кахрейновском обзоре, было показано, что недостаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной женщины, либо перед беременностью, может сказываться и на уровне йоги гемоглобина, то есть стимулируя анемию, и на уровне гемоглобина после рождения ребенка, что определяет необходимость достаточного поступления этого элемента в организм женщины. In another European Union-funded project, we recently systematically reviewed what other health outcomes are affected by perinatal folate supply, and we found that low folate status is linked to an increased risk of placental abruption and infarction, preeclampsia, abortion, and preterm delivery. So for a variety of other very important outcomes for child health, maternal folate status was predictive. Еще в одном исследовании, которое также было спонсировано Европейским Союзом, мы отследили другие возможные негативные последствия недостаточного потребления folate в беременной женщине. В частности, было показано, что это может приводить к отслойке плацентам, к нарушению плацентарного кровотока, к прекламсии, к преждевременному рождению детей. Соответственно, недостаточное потребление folate в беременной женщине может также оказывать очень негативные последствия на состоянии здоровья ребенка. Я думаю, что вы все знают, что при первую часть фолата в расходе и в первую позицию время и в первую часть месяца после pregnancy В Vecalsе, противный ранний кровотокий, в моторе, в рождение геофигации, пекиналя, анаролевосе. Это была установлена серия Из-за премии, по Пров…" Кохранению, В Кохранении, и Кохранения из-за премии, и Кохранения, Вы все хорошо знаете, что недостаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной женщины может приводить к дефектам нервной трубки. В частности, на слайде представлены результаты исследования, проведенные в Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в Кахариновском обзоре, в котором было показано, что обеспечение беременных женщин в предконцептуальный период и в первом триместре беременности способно снизить частоту данных дефектов на 70%. Поскольку эти изменения у ребенка могут быть очень тяжелыми, очень важно, что необходимо обеспечить всех женщин, которые планируют беременность или уже с наступившей беременностью, достаточным количеством фолиевой кислоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Например, в США, например, в США, у нас есть марки-маркетизм в конженераторе буро-дефекции, в нуро-тубе-фекции, между 35% и 60% в результате этих буро-дефекции. В большинстве страны в мире, Россия, не имеет это, поэтому для вас, это очень важно informать молодые женщины о возможности В соответствии с этим многие страны, в частности больше 60 стран в мире, приняли решение о необходимости фортификации муки, фолиевой кислоты. И в частности, по данным Северной и Южной Америки, это привело к снижению частоты нейрональных дефектов от 45 до 60%. К сожалению, самая большая страна, Россия, до сих пор не ввела такую практику, поэтому необходимо информировать всех молодых женщин, планирующих беременность, о необходимости дополнительного применения фолиевой кислоты. Потому что это только в тех странах, где есть фортификации, как флоры, что женщины получают фолиевой кислоты. Вы видите, например, в Канаде и Украине, где флоры из фортификации, то average интеграция от молодых женщин является адекватным. На данном слайде представлено, что в таких странах, где введена в практику фортификация муки и фолиевой кислоты, только в них, в частности, в Канаде и в Соединенных Штатах Америки, ежедневное потребление фолиевой кислоты женщинами является достаточным. В то время как европейские страны это исследование проведено тогда, когда фортификация не была введена в практику, потребление фолиевой кислоты ниже рекомендуемых норм. Есть еще одна очень интересная и интересная и интересная и интересная обсервативания о других материалах на родных женщинах. Это из-за данного крупного исследования в Норвей, которая включает более 80,000 детей. И они обнаружили, что дети whose mothers took фолиевой кислоты после и в начале празднования, в детей, в школе, где у них была из-за ориентов, в среднем жей brownа. На родных женщинах было дизайн-макетская validка. В среднем, 40% less золотистик умерших удаций, которые были обеспечены фолиевой кислоты. В départном, они обнаружили еще одну dieses weiß, что это спецификация возле фолиевой кислоты. еще одно исследование, которое демонстрировало положительные эффекты достаточного употребления фолиевой кислоты беременными женщинами, это исследование из Норвегии, которое включило очень большое количество детей, более 80 тысяч, и специалистами было показано, что данная фортификация фолиевой кислоты привела к снижению риска развития аутизма в школьном возрасте у детей, к существенному снижению. Кроме того, снижение риска было достоверным даже тогда, когда убрали другие возможные факторы, влияющие на развитие данного состояния у ребенка, в частности, потребление других нутриентов или какие-то социоэкономические условия, которые могут определять риск развития аутизма. Это исследование в США, в более 5,000 детей, в школе age, в 6 до 16 лет, и они показали, что если эти дети были более высоким уровнем уровне фолиевой кислоты, а не от Витамина В12, то они импроизводили, и они импроизводили три-дименсионные функции, они импроизводили более блок-изайной эффект, еще одно исследование, которое указывает на роль фолиевой кислоты в когнитивном развитии ребенка, это исследование Соединенных Штатов, которое включило более 5,000 детей школьного возраста от 6 до 16 лет. В исследовании было показано, что чем больше потребляли дети фолиевой кислоты, не витамина В12, а фолиевой кислоты, тем больше у них была способность к чтению, и больше способность к трехмерному мышлению в трехмерном пространстве. Витамина В12, которые были более высоким уровнем уровне фолиевой кислоты, мы становимся очень concerned if most of our children, at least in Europe, у них была очень низкая фолиевой кислоты. Витамина В12, которые были более высоким уровнем уровне фолиевой кислоты, и, как вы уже видели, мы знаем, что большинство наших витамина В12 мы синтезируем自身, если у нас есть удовольствие, чтобы выходить в зиму, в солнце, потому что тогда мы можем синтезируем его с кожей, и мы получим некоторое витамина В12 из продуктов, и, в частности, от белых грибов. Еще одним нутриентом, про который пойдет речь, это витамин D. Все вы знаете, что это не только витамин, но и гормон. Большую часть этого витамина мы имеем возможность синтезировать сами, если имеем возможность пребывать на открытом воздухе, на солнце, и частично мы получаем его с продуктами питания. Но, к сожалению, то количество витамина D, которое может поступать с продуктами питания, достаточно низкое, особенно у детей, которые не очень любят употреблять жирные сорта рыбы, в частности. Вы все хорошо знаете, что витамин D способствует всасыванию кальция в кишечнике, улучшает минерализацию костной ткани, и следующий разговор будет о том, о роли витамина D в профилактике рахита у детей. Но при этом на настоящий момент показано, что рецепторы к витамину D выявлены в очень многих тканях, и витамин D играет очень важную роль, во-первых, в функционировании иммунной системы, и в профилактике, в частности, онкологических заболеваний, потому что есть данные, указывающие на то, что у лидии, которые имеют адекватный уровень витамина D, реже болеют определенными видами рака. Мы видим, что наши дети, на average, имеют очень низкий уровень Витамин D status, потому что, в частности, они не получают много солнечных освещений. Но, к сожалению, в настоящий момент обеспеченность витамином D недостаточная, в частности, потому что в летнее время родители, опасаясь солнечного излучения, стараются применять определенные крема для защиты детей от солнца, а в зимнее время, как, например, в феврале в Москве, просто солнечное излучение недостаточное для синтеза адекватного количества витамина D. Все хорошо знаете, что недостаток витамина D может негативно сказываться на состоянии костной ткани, но при этом есть данные о том, что недостаток витамина D будет увеличивать риск инфекции, заболеваний легких, аутоиммунных заболеваний и онкологических заболеваний. Если мы взглянем в более деталях витамина D статус в детей, то это не наоборот, не наоборот, а наоборот, но наоборот, а наоборот, в более чем 1,000 детей между 12 и 17 лет, в 9 европейских странах. И если вы считаете, что мы должны действительно быть витамина D level витамина D, в частности, результаты исследования, включившие более тысячи школьников, в возрасте от 12 до 17 лет из 9 европейских стран, указывают на то, что если мы примем за норму уровень витамина D в сыворотке более 75 наномоль на литр, то более 80% детей будут иметь недостаточное его обеспечение, причем в определенном проценте случаев это будет дефицит и глубокий дефицит, и в определенном проценте случаев недостаточность. Это очень большое исследование, проведенное в Германии, включившее более 17 тысяч детей в возрасте от 3 до 17 лет, для оценки содержания уровня витамина D в сыворотке. Вы видите, что дети самого младшего возраста имеют достаточное содержание витамина D в сыворотке, это все связано с тем, что в Германии мы дополнительно назначаем витамин D в этой группе детей. Но тогда, когда мы прекращаем дополнительное назначение витамина D, соответственно, вы видите, что дети имеют существенно низкое значение уровня витамина D в сыворотке, причем в сравнении, дети, которые являются выходцами из семей иммигрантов, то есть те, которые имеют более низкие социоэкономические уровни, у них уровень витамина D в сыворотке еще ниже. Ну, что интересно в отношении большего уровня витамина D у девочек подросткового возраста, возможно, это связано с тем, что поскольку они заботятся очень о своей внешности, они чаще выходят на улицу, стараясь принять загар. Как вы видите здесь, если вы смотрите по-другому в месяц, витамина D в суток в суток в суток в суток в суток в суток, когда дети были прониканы к светлой. И это действительно очень низкое в этом году в феврале. Некоторые из самых низких витамины стоят в конце ввынта. Но даже в суток, основные витамины стоят в что считаем sufficient. Но поскольку солнечное излучение является очень важным в обеспеченности организма детей витамином D, то обратите внимание, что максимальное количество отмечается у детей начиная с июля по октябрь и минимальное значение в феврале. Но даже в летние месяцы, когда обеспеченность организма лучше, она все равно не достигает желаемого уровня. Единственным решением в этом вопросе может быть только то, что мы должны иметь бесконечное лето и замечательную погоду. Почему мы уделяем такое внимание обеспеченности детей витамином D? Потому что процесс формирования костной ткани начинается с рождения и продолжается на протяжении и подросткового периода. И, соответственно, к возрасту где-то 20 лет человек должен иметь порядка одного килограмма кальция в своих костях. И, соответственно, его адекватное усвоение костной ткани обеспечивается за счет витамина D. Соответственно, те дети, которые испытывают дефицит витамина D, у них не настолько активный процесс усвоения кальция и уровень кальция в костях становится ниже. Соответственно, эти дети, когда становятся старше, кальций становится меньше в организме, он вымывается из костей, то вот дети из группы риска, у них больше риск развития переломов, нежели у тех, которые имели адекватную обеспеченность витамина D на период формирования костной ткани. Соответственно, адекватное обеспечение детей витамином D это как гарантия на всю последующую жизнь в отношении их здоровья. There's other fascinating data that have arisen to show that vitamin D, also in children, appears to have effects on the immune system. In this study, more than 1,000 schoolchildren were randomized to 1,200 units of vitamin D or placebo, and those who received vitamin D had 40% less influenza, in fact, two-thirds less influenza when you took out those that already took supplements of vitamin D and they had 80% less asthmatic. В отношении продуктивного влияния витамина D на развитие инфекции и астмы исследование, которое включило более тысячи школьников, и они были распределены на две группы в зависимости от употребления витамина D. Одна потребляла 1200 единиц, другая плацебо. Так вот, было показано, что в группе, которая начала потребление витамина D, частота гриппа, риск развития гриппа снизился на 50%, и в большей степени на две трети у тех, которые уже до начала исследования потребляли этот витамин. И, соответственно, потребление витамина D также снизило количество приступов бронхиальной астмы у тех детей, которые имели это заболевание. Еще одни интересные данные указывают на то, что недостаточная витамина D может стимулировать, увеличивать риск развития метаболического синдрома, риск развития инсулино-резистентности и других метаболических нарушений, которые связаны как раз с этой проблемой. Ну, и если принять во внимание те данные, что распространенность диабета в настоящее время очень высокая, продолжает расти, то очень хорошо принять во внимание вот эту вот защитную роль витамина D в плане профилактики этого заболевания. Рекомендуемая норма потребления витамина D у детей и взрослых до пожилого возраста это 600 единиц в день. Все sonы. Рекомендуем премендуем витамина D têm Безусловно, солнечное излучение имеет свой вклад в обеспеченности организма витамином D, однако оно не всегда доступно, в частности, тем детям, которые не так много времени проводят на улице, поэтому необходимо учитывать другие возможные источники. Это могут быть источники с продуктами питания, в частности, жирные сорта рыбы, но все-таки нам стоит принять во внимание и возможности добавок витамина D к рациона. Мы рекомендаем генераторный супплик вещества и фруц, 5 портions в день, модернат амонт в мед и фиш, которые предпочитают оливый фиш, лимитый интейк о футе с лох нутрином дэнсити, как футы речи в сухар и сатураты и снег футы. И, конечно, в риск Что мы можем рекомендовать родителям пациентов в такой ситуации? Мы должны обеспечить им адекватный рацион питания. В частности, мы обычно рекомендуем достаточное потребление фруктов и овощей до 5 порций в день, в умеренном количестве мясные и рыбные продукты, в частности, акцент делаем на жирные сорта рыбы, сократить употребление продуктов, которые не богаты питательными веществами, в частности, это продукты, богатые сахарами или насыщенными жирнами, или продукты быстрого питания. Ну и, соответственно, несбалансированное питание также будет увеличивать риск развития неадекватного поступления нутриентов. Одной из проблемных групп в этом плане являются дети, родители которых являются приверженцами вегетарианской диеты. Но даже и среди обычных детей, не вегетарианцев, те, которые являются приверженцами современных особенностей питания, в частности, часто прибегают к фастфуду, чем больше они употребляют таких неправильных продуктов, тем менее они обеспечены по определенным витаминам, как было показано в одном немецком исследовании. Ну и в ходе нашего анализа мы обратили внимание на то, что в настоящее время все больше и больше количество детей уходит от традиционного рациона, от традиционного питания к вот таким вот современным подходам к питанию, что обеспечивает более низкое потребление ими определенных нутриентов. So in conclusion, Mr. Chairman, the supply of some vitamins in the childhood population is generally too low, which is particularly clear for folate and vitamin D. This may lead to severe adverse health effects. Dietary restrictions, for example, vegan diet and unbalanced modern dietary habit can also contribute to inadequate supplies. We wish to promote balanced food choices and dietary habits among children and their families, but we also would consider additional nutrient sources, such as fortified foods and supplements to close the gap of nutrient supply that exists. Ну и в заключение я хотела бы еще раз отметить, что в настоящий момент действительно обеспеченность детей определенными витаминами существенно ниже рекомендуемой. В частности, это касается фолиевой кислоты и витамина D. Это может привести к очень негативным эффектам на здоровье детей. Определенные диеты или несбалансированный рацион питания также может привести к неадекватному поступлению нутриентов. Что мы можем сделать? Мы можем только поспособствовать, чтобы родители были приверженцами сбалансированного рациона питания для детей и для собственной семьи, но также мы предполагаем возможность использовать определенных добавок в питании для того, чтобы покрыть вот этот вот недостаток в нутриентах. Если вы интересны в этом теме, может быть, вы можете прийти в Мюнеке в следующий месяц, где мы имеем интересную конференцию, поддерживающуюся поэкономическому комиссию о мощности программирования, о том, насколько может влиять питание на ранних этапах развития, на состояние здоровья в дальнейшем. И если вы не хотите ждать так долго, вы можете зайти в Мюнеке в Мюнеке в Мюнеке. Если вы не хотите дожидаться так долго этой конференции, то мы вас приглашаем на сайт, который был создан при поддержке Европейского общества детских гастроэнтерологов. Он бесплатный, где можно увидеть образовательный материал по определенным темам, которые здесь представлены. Грудное вскармливание, питание во время беременности, продукты прикорма и некоторые другие модули, которые будут разработаны. Мы надеемся, что, может быть, когда-то это будет сайт на русском языке. На этом я хотела бы благодарить участников за выступление. Бертольд поблагодарил переводчика за блестящую работу. Она постеснялась перевести. Бертольд, спасибо большое. Переводите. За блестящую, как я и предполагал, лекцию уже в новом для вас, насколько я представляю, поле деятельности. Поле насыщенной жирной кислоты много лет, блестящей публикации. Ожирение, низкий белок. Вот теперь витамины. И это чрезвычайно интересно для нас, поскольку у нас в последние годы, я в заключительном слове об этом скажу, начались какие-то непонятные демарши, которые отрицают роль витаминов и, более того, приписывают им токсические, аллергические свойства и так далее. Поэтому сообщение Бертольда, подтверждающее важность витаминов для нормального роста развития детей, чрезвычайно важно для нашей страны. Спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, сколько у нас времени, кто скажет? Вопросы. Тридцать? Нормально все, да? Значит, тогда я предоставляю следующее слово профессору Громовой Ольге Алексеевне, профессору кафедры Ивановской медицинской академии для сообщения на тему роль витаминов А, Д и Е как факторов профилактики рахита. То есть, в известной степени продолжение того, о чем... А мы вопросы потом, наверное. Давайте, наверное, потому что пересек... А вы вопрос хотите? Нет, я... Нет, ну все правильно, давайте, а мы... Хорошо. Уважаемые коллеги, мне очень-очень понравился доклад предыдущий, и я очень рада, что в Германии руководствуется классической... Я очень рада, что в Германии... Очень понравился доклад предыдущий, и я рада, что в Германии классическая философия Канта жива. То, что существует нравственный подход. Нравственный подход, то, что должно быть добрым, то, что должно быть хорошим, то и является истиной. То, что двигало этими исследованиями, это узнать, как обстоят дела на самом деле, с витаминами, а не сеять новые мисконцепции в отношении витаминов, что они не нужны, что они токсичны, что они вызывают рак. Их можно продолжать бесконечно. Вот я хочу начать с такой истории. Это диоген. Он любил сидеть в бочке и просил посветить ему светом днём, потому что он искал человека. И когда к нему подошёл Александр Македонский, то он сказал ему, отойдите, вы мешаете мне, вы загораживаете свет. Вероятно, диоген хотел получить достаточную порцию витамина D. Действительно, он, наверное, предполагал, что в Евросоюзе сосчитают, насколько эффективно профилактировать витамин D. Это в масштабе Евросоюза, было в Европарламенте в 2010 году, 187 евроэкономии. Он предполагал, что, несмотря на то, что он в Греции был, он эту дозу получал, диоген, это более инсолированная такая местность на нашем земном шаре, прекрасный рай на земле. Если говорить даже о хорошо таких инсолированных местах, как Калифорния, посмотрите, какое интересное исследование, даже инсоляции не хватает, даже там, и требуется дополнительное введение витамина D и назначение не менее 1300 международных единиц, как считают американские педиатры. Витамин D является очень важным для генома, потому что он контролирует 3% генома. Это фантастика, потому что нет такого витамина, где бы была такая представленность в геноме, поэтому и влияние на туберкулез, что в Германии показали, кстати, исследования в Норвегии, в Германии, в Швеции, что приезжие мигранты из Индии, из Турции заболевают там первыми туберкулезом, первыми раком легкими заболевают, потому что они были заточены на инсоляцию там, а пришлось работать и за денег уехать, и уехать совсем в другую местность. Если говорить о 3% генома, это, конечно, не только рахит, это очень много других функций, и я это буду освещать, потому что солнечное затмение, которое находится над нами, вот мы сейчас находимся в состоянии, фактически, солнечного затмения, потому что здесь, во-первых, аудитория, у нас свет здесь знания, так вообще, конечно, вся зима у нас достаточно мало инсолирована. И я хочу еще сказать о том, что правильно сформулирована тематика моего доклада, я бы поставила еще многоточие, потому что не только жирорастворимые витамины, но и другие витамины являются синергистами витамина D. И это доказали исследования, проведенные в Институте питания, в лаборатории, которую на тот период руководил Спиричев Владимир Борисович, и исследования, в частности, Сергеева, который, как известно мне, работает в Соединенных Штатах с профессором Нортоном, лидером, одним из лидеров исследований по витамину D. Действительно, витамины не действуют в одиночку, это доказано еще очень такой харизматичной женщиной, Терезе Труан, которая написала прекрасную монографию взаимодействия витаминов, и показала, что все витамины связаны между собой. Нельзя вытернуть что-то одно. Сейчас вот тоже такой намечается тренд. Вот, например, в акушерстве только фолиевая кислота и йод. Это, конечно, бред, потому что не только фолиевая кислота, но и ее синергисты профилактируют пороки развития. Вот прозвучал прекрасный доклад, и цифра была озвучена. 70% пороков нервной трубки профилактируются фолиевой кислотой. А если добавить витамины физиологических потребностей, то этот порок профилактируется на 92%. Это исследование венгерского акушер-гинеколога Цейцеля, где 16 тысяч уже наблюдений за беременными женщинами. Это огромное исследование, которое показало необходимость дополнять синергистами к волевой кислоте. Вы видите на этом слайде, что у нас участвуют в метаболических процессах, связанных с витамином D, витамин С, витамин В2, витамин В1, ПП, витамин К, витамин С как антиоксидант, и кроме вот этой антиоксидантной, ведущей его роли, огромное значение в поддержании коллагеногенеза, коллагеногенеза, то есть у витамина С есть вместе с витамином D парная функция по строению соединительной ткани. Другие витамины тоже принимают участие в обслуживании самого каскада витамина D, и это, конечно, усиливает действие витамина. Так что же мы сейчас имеем? Мы имеем фантастическую активность публикационную по витамину D, и если посмотреть эту активность, она все страны захватывает. Даже в Африке проводятся исследования, казалось бы, там жилой болит, и там очень много солнца, но всё-таки это воспринимается очень серьёзно, потому что витамин D выпал из нашего питания. Он не только у вегетарианцев в дефиците, он очень у многих, кто подсел на фастфуд в дефиците, потому что там, в принципе, его нет. Витамина D такого, как нам нужно. К 2014 году уже публикационная активность, как видите, зашкаливает, и всё продолжает расти. А начиналось всё с того момента, как было обнаружено огромное представительство ВДР-рецепторов, рецепторов к витамину D, которые рассеяны буквально по всему организму и концентрируются в самых-самых разных органах и тканях. Это неудивительно, потому что мы родились на планете Земля, половина дня у нас Солнце, и мы заточены под Солнце. Солнце – это фактор, с этим никуда не попишешь, и оно на нас светит, и геном, естественно, должен быть представлен солнечным витамином, потому что лучи воздействуют постоянно. Активность исследований, конечно, велика. Это 20 тысяч статей, и они посвящены и молекулярным механизмам, и синергизму с другими микроэлементами, макроэлементами. Сейчас показано, что не только кальций необходим для компенсации процессов, которые идут, репаративные процессы в костной ткани, в соединительной ткани, ну и цинк, и бор, и очень много исследований по магнию при рахите. То есть это всё нарастает. И у витамина D есть на все эти механизмы так называемые, сейчас анализ идёт, реактома, реактомные воздействия. Мы знаем вот эту хорошо цепочку по активации в печени, в почках и у части солнечного света. знаем, что он должен быть активным, и стремимся, чтобы поступал он именно в активных формах. Активные формы у нас присутствуют в некоторых видах питания, в частности, и в рыбе могут быть, и у нас образуются в организме, и именно они и действуют, и они именно взаимодействуют с рецептором. На уровне активных форм всё происходит. Какие же сейчас выделяются фундаментальные такие тренды в действии витамина D? Это, безусловно, регуляция обмена кальция, это, безусловно, барьерная функция, и то, что прозвучало в предыдущем докладе, астма, и то, что витамин D профилактирует грипп, мы всё время слышим про витамин C и грипп, а теперь мы слышим про витамин D и грипп, конечно же, полностью укладывается в каноны фундаментальной фармакологии, фундаментальной молекулярной фармакологии, потому что воздействие на барьерные функции мы с вами сейчас вот разберём, на соединительную ткань и на мышечную ткань. Если посмотреть на основы основ, с того, что началось, изучение витамина D и регуляция обмена кальция, на самых разных уровнях он это регулирует, и действительно кальций – это ведомый витамином D макроэлемент. Но мы посмотрели вот эту двунаправленную связь. Вот посмотрите, что мы сделали. Мы в библиотеке генома человека вытащили все витамин D зависимые белки, и все, их около 7 тысяч белков. 7 тысяч белков. Вот поэтому мы сосчитали это 3% генома. И мы вытащили кальций-зависимые белки. Это 2145 белков. И очень интересно оказалось то, что они не все пересекаются. То есть есть кальциевые чистые белки, и есть витамин D чистые белки. И только 625 белков там, где идёт пересечение действия и витамина D, и кальция. Вот это тот участок, на котором действительно осуществляются вот эти действия на костную ткань, на противоарахитические воздействия витамина D. Если, например, в этих белках, в которых участвуют и кальций, и витамин D, отсутствует тот или иной компонент, любой, либо кальций, либо витамин D, то белок не активируется. Вот этого ключа как замку нет. И нужно понимать это. Вот это пересечение кальций-зависимых белков и витамин D-зависимых белков. То есть не всё так просто, не всё только ассоциировано на кальций и витамине D. И то, что я озвучила, то, что без одного какого-то компонента вот эти белки не работают. 525, но чуть больше сейчас витамин D-зависимых белков, кальций-зависимых, активируемых витамином D. То, что в фармакологии их совмещают, это больше на понятийном уровне, потому что тот витамин, который мы получаем вместе с кальцием в таблетке, он действует немножко отсрочно, потому что процесс активации витамина D занимает 3-5 часов. И в этом смысле назначение скорее просто дисциплинирует пациента и проще так запомнить, что мы решаем какую-то проблему. То есть даём сразу витамин D и его синергист кальций. Здесь представлены такие вот данные Соединённых Штатов по рекомендации кальция, которые, например, в Соединённых Штатах принято суточное потребление кальция. И ещё наши исследования представлены, но здесь достаточно крупно, вы можете просто поснимать. По подросткам очень интересное исследование профессора Мальцева из Казани. Опять исследование в Татарстане проведённое, которое показало, насколько низкая обеспеченность кальцием у подростков и что это большая проблема по большой референтной базе детей, обследованных в Казахстане. Ну вот если говорить о кальции и арахитит, это синергист витамина D, я могу в этом отношении сказать очень важную вещь. То, что сейчас переходит с неорганических форм коррекции кальция на органические формы, потому что они лучше усваиваются, хорошо переносятся и не дают побочных эффектов. Первая такая вот негативная ложка дёгта прозвучала в фармакологии карбоната кальция. То, что сообщили нам гастроэнтерологи в отношении того, что препарат может вызывать вспучивание, газообразование повышенной, тяжесть на желудке. И карбонат кальция, в принципе, плохо растворим в воде. Мы сейчас провели такое очень интересное исследование по растворимости разных кальцевых солей и показали приоритет растворения в воде и прекрасную биосвояемость у цитрата кальция, несколько хуже у лактата кальция, аспрагината кальция. И карбонат кальция, конечно, в этом отношении несколько проигрывал. Не несколько проигрывал, а просто было значительно хуже. Эту публикацию можно прочитать в журнале «Врач». Последний номер прошлого года. 13-й год, 12-й номер. Ещё негативные моменты с воздействием на рост ребёнка, потому что прослеженные до 23 лет дети, которые получали длительно карбонат кальция, оказалось, что быстрее закрывают роднички, и имеется такая вот негативная тенденция в росте, что не наблюдается при использовании цитрата кальция, лактата кальция или продуктов в виде творога, в виде молока, возвращения к нормальному питанию молочному и желательно обогащёнными продуктами по кальцию. Есть исследования по онкологии, но они пока на уровне таких доклинических результатов, которые также показали, что бесконечное гашение кислотности, которое наблюдается при назначении карбоната кальция, негативно сказывается и провоцирует малигнизацию слизистой желудка. То есть вот такой приоритет. И тут есть у нас препараты уже зарегистрированные, часто это используется в виде сашей. И самые-самые разные препараты, которые сейчас либо входят на наш рынок, либо уже вошли на цитрате кальция. То есть вот так вот. Кальций фосфат и кальций карбонат показали этот негатив представленный, и органические соли сейчас лидируют. Исключением является кальций глюконат, который хоть и органическая соль, но биосвояемость несколько ниже. Поэтому при лечении арахита, например, у детей использовать нужно органические соли кальция, либо диету. Можно использовать отечественные разработки, очень интересные, такие как творожки, агуша и молоко, которое обогащено именно цитратом кальция и лактатом кальция. И исследования, которые проведены по этим продуктам, обогащенным кальцием и витамином D, они на кафедре РМАПО профессором Захарова показали, что это можно применять, поскольку это органическая форма, и рекомендовать детям с возрастом 6 месяцев. Это ультрафильтрация и получение пролесно. Но самое главное, что здесь идет органический кальций, и обогащенный с витамином D. Барьерная функция витамина D, о которой я уже говорила, она осуществляется в синергизме с витамином А и Е. Посмотрите, какой интересный слайд. Мы барьерную функцию сейчас рассмотрим с нескольких сторон. Вот это классическая модель фармакологии, сейчас это очень современно, чтобы доказать, что какой-то микронутриент конкретно действует на этот ген, этот ген удаляют и получают линию животных, которые без этого гена. Поэтому мы точно знаем, что, например, вот эта линия мышей лишена рецептора к витамину D, и видим, что из этого получается. Получается животное, которое страдает дефицитом соединительной ткани, как шарпея, она вся сморщенная, и она не имеет, абсолютно не имеет волосяных фолликулов нигде. Это лысая крыса. Вот прозвучало в предыдущем докладе, что девочки к 16 годам лучше обеспечены витамином D. Я вижу в этом то, что девочки заботятся о своей внешности. Они не только ходят загорать, но они еще принимают, вероятно, добавки, чтобы были ногти не ломкие, чтобы волосы были прочные. А во все комплексы для красоты всегда входит витамин D. Барьерная функция изучалась в эстетической медицине по заживлению ран. То есть для них это очень важно. Сейчас очень много делают операций, всяких таких инвазивных воздействий на кожу, лазерные шлифовки, там все на свете. Это все требует больших репаративных возможностей. И исследования, они, застрельщики, делают крема, они делают добавки с витамином D. И вот это результаты раневых поверхностей, насколько они лучше заживают при использовании витамина D, а моделью являются животные, у которых удаляется ген ВДР-рецептора. Заживление ран улучшается не только по скорости, потому что скорость – это не всегда хорошо, может быть грубый рубец, но и по качеству этого рубца. Витамин D необходим для профилактики нарушений развития соединительной ткани. Здесь яркий синергизм тоже с витамином А и Е. Соединительная ткань, она везде, она в сосудах, она в коже. И, естественно, она в формировании ластиновых, коллагеновых волокон. При анализе этой геномной базы, которую я озвучила, это с лишним тысяч генов, которые обслуживаются витамином D, мы выделили 600 генов, которые задействованы в метаболизме соединительной ткани. И, конечно же, тут есть где развернуться, посмотреть, что, собственно, происходит. Здесь, безусловно, тяжесть течения рахита, когда научатся расшифровывать генетический паспорт не так, как сейчас, штрихпунктирные какие-то кучки с фалатами 5 штук, ещё что-то там по полиморфизмам, обслуживанию атеросклеротической программы, ну так далее, так далее. То есть очень мало сейчас расшифровано на практике, в клинике. Когда это научатся действительно расшифровывать полноценно, и это дойдёт до нашего пациента, то тогда можно будет предугадать уже, как будет течь даже рахит, насколько тяжело, потому что мы видим гигантскую диспропорцию в клинической картине у детей. То есть одни переносят рахит очень тяжело, других он на той же самой, так сказать, базе, при том же питании возникает более лёгкий. Это генетически обусловленная вещь. Это можно пролистнуть, это просто тут подчёркнуто определённый лимит. Сейчас я заканчиваю. Это основные белки, основные генетические воздействия. И мышечную ткань. Вот последние несколько слайдов, потому что по мышечной ткани меньше. Известно, что витамин D влияет на мышечный тонус. Это очень интересные исследования, которые выполнены в Соединённых Штатах, и в Японии, и в Германии сделаны на молекулярном уровне, потому что у витамина D рецептора представлены на всех уровнях строения мышечного волокна. И витамин D делает нас более сильными, более ловкими за счёт воздействия на кальций, на кальциевый обмен мышц. Вот посмотрите, какие интересные сейчас идёт Олимпиада в Сочи. И мы уместно очень вспомнить о спорте. Вот если спортсмены принимают высокие дозы витамина D, они, оказывается, прыгают выше. В спринте они быстрее. В длину они… Вертикальный прыжок тоже у них более высокий. Они прекрасно ходят по канату, то есть удерживают позу. Это очень важно для гимнастов. Это исследование, здесь приведено пожилых людей, но это очень важно и для детей в том числе. Балансировка и походка. Этим должны заняться неврологи. Тонкая моторика – это не только удел дефицита йода и компенсации йода, но и дефицита витамин D. И по поводу дозировок, опыт в разных странах, буквально я сейчас несколько покажу слайдов интересных. Мы видим тренд возрастания этих дозировок. В 2005 году мы при рахите такие цифры видим. В 2010 это повышается. В 2013 еще повышается. И, в принципе, конечно, нужно пересматривать позицию по витамину D, повышать дозу для нашей страны. Может быть, это должно быть градуировано по регионам. И использовать, конечно, такое функциональное питание, которое уже создано, которое легко применять у детей раннего возраста наряду с препаратами витамина D. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Алексеевна, за очень интересный на генетическом уровне доклад, интересные подходы. Я только в порядке справки хочу сказать, что у нас доза витамина D пару лет назад, в новых нормах они повышены и доведены до международного уровня. Так что это немножко... Уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово следующему докладчику. Доклад на тему «Витаминный профиль грудного молока и молочных смесей» от двух авторов – Каденцова Вера Митрофанна, руководитель лаборатории и химии витаминов института питания, и Гмашинская Мария Владимировна, ведущая научный сотрудник отдела детского питания того же института. Доклад делает Мария Владимировна Гмашинская. Пожалуйста, Мария Владимировна. Глубоко уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад «Витаминный профиль женского молока». Следующий... Проблемы, которые мы хотели бы рассмотреть в настоящем сообщении, это две. Всегда ли во всех случаях женское молоко является золотым стандартом? И на какие показатели следует ориентироваться при установлении содержания витаминов в заменителях женского молока? Грудное скабливание, персонализированное питание – это утверждение, к которому мы привыкли, к которым действительно так и есть. И на примере содержания витаминов в женском молоке это очень хорошо видно. Женское молоко, как известно, содержит низкий уровень витамина К и низкое содержание витамина Д. Что касается остальных витаминов, особенно рибофлавина, аскорбиновой кислоты, фолиевой кислоты, ретинола, то содержание витаминов при потреблении ребёнком 800 мл молока в сутки соответствует физиологическим нормам потребности. И мы хотели бы показать две колонки. Первая колонка – это колебания содержания витаминов в женском молоке, представленная Европейским комитетом по питанию. И вторая колонка – это данные Игоря Яковлевича Коня, сборная данная по различным авторам. И посмотрите, пожалуйста, какие высокие колебания содержания витаминов. В некоторых случаях это просто в десятки раз минимальный и максимальный уровень содержания витаминов в женском молоке. Говоря о изменении содержания витаминов в зависимости от сроков лактации, то нам бы хотелось показать, что это действительно переход от молозива к зрелому молоку по содержанию витаминов. Это иллюстрация эволюционно закреплённого перехода, адаптации ребёнка, помощь к адаптации ребёнка, профилактика кислородного стресса. То есть фактически уровень антиоксидантов, витамина А, картиноидов и витамина Е составляют в молозиве гораздо выше, чем в зрелом молоке. И в зрелом молоке его содержание от содержания в молозиве составляет от 13 до 37%. То есть идёт приспособление ребёнка к новым условиям, к новой среде с высоким содержанием кислорода, и адаптация идёт благодаря также уникальному молозиву, который наряду с такими концентрациями витаминов ещё имеет место высокое содержание белка и низкое содержание жира. Когда мы говорим о сложностях в сравнении результатов, много сейчас появилось обзоров по содержанию витаминов в женском молоке, и очень трудно бывает сопоставлять данные особенно предыдущих лет и настоящих исследований, исследований последних лет. С чем это может быть связано? Прежде всего, с различными методами определения. Да, действительно, используются новые методы определения, и новые данные получаются. Различные единицы измерения. Статистические данные представлены в некоторых случаях в виде средних значений, в виде медианы или диапазона минимальных-максимальных значений. Также различные сроки лактации от 1 дня до 12 месяцев. Широкий диапазон количеств проб молока, который берётся в исследование. Различие метода сбора молока. Разовый сбор, сцеживание на протяжении суток. Этот метод дорогостоящий ограничивает число участников. Сбор молока в различные времена суток. То есть стандартизованного подхода к сбору женского молока пока нет. И состав молока человека различается также по условиям хранения. То есть число циклов замораживания, размораживания, оттаивания, продолжительности хранения, проб до исследования. Всё это оказывает влияние на уровень витаминов в женском молоке. И вот как пример мы приводим данные и ссылку на сайт по содержанию витамина А. То есть здесь можно без комментариев. Видно, что и различные дни используются для взятия проб, и количество совершенно различное. То есть состав молочных смесей является постоянным, стандартом. А состав женского молока является динамичным, и он измеряется и в течение суток, и зависит и от срока кистации, от срока лактации, и от обеспеченности витаминами женщины. Если раньше, например, считалось, что дефицит витамина В12 имеет место только у строгих вегетарианцев, то последние данные свидетельствуют о том, что дефицит витамина В12 может встречаться у женщин, которые являются ово- и лактовегетарианцами. И вот современная тенденция в рационе питания женщин в развитых странах, оно тоже оказывает влияние на содержание витаминов в женском молоке. Изменение концентрации таких витаминов, как А, Е, В1, В2, В6, С, биотин и пататиновой кислоты, связано с изменением рациона питания как на популяционном уровне, так и на индивидуальном уровне. И носит индивидуальный характер и имеет большое значение на влияние на состав женского молока. И недостаток указанных витаминов в рационе женщин вызывает снижение их уровня в грудном молоке и может вызвать дефицит этих витаминов у ребёнка и задержку роста. Вашему вниманию мы приводим данные по влиянию питания матери на содержание витаминов в грудном молоке и средняя концентрация витамина В6 в грудном молоке женщин составляет 0,13 мг, при среднесуточном потреблении ниже 2,5 мг в день. А в том случае, если эти суточные потребления составляют 2,5-5 мг в день, концентрация витамина в женском молоке значительно увеличивается. При концентрации передоксинов в женском молоке менее 0,1 мг на литр у детей наблюдаются судороги, а при концентрации менее 0,12 мг на литр может замедляться рост, и даже при более низких концентрациях рост прекращается. Очень интересная работа, выполненная Верой Митрофанной-Кодецовой с авторами. Это была получена линейная зависимость при изучении витаминов в грудном молоке в зависимости от уровня потребления их матери. И в данном случае вот эти графики представлены для витамина В1 и витамина В2. При дополнительном введении в рацион кормящих матерей витамина В1 и В2 в количестве 2 мг в день содержание их в грудном молоке увеличилось фактически почти в 1,5 раза. Говоря о витамине Д, то витамин Д, дефицит его и рахит связанное с проживанием, с загрязнением воздуха, проживанием в городах, зависит также от цвета кожи и использования солнцезащитного крема. И вот посмотрите, очень интересные данные. В исследовании описано 50 случаев гипокальцемии у младенцев, находящихся на исключительно грудном вскармливании из дефицита витамина Д. И ни один из детей не получал дополнительно витамина Д, и матери также не получали дополнительно этот витамин. И биохимически было подтверждено дефицит витамина Д у матерей этих детей. На данном слайде представлена эффективность назначения кормящих матерям витамина Д. Здесь есть ошибка не в самом графике, а ошибка в представлении групп. 200 и 400 единиц назначалось. И мы видим, что в случае назначения матерям витамина Д в количестве 400 единиц это оказывало больший эффект по антирохитическому действию на содержание в молоке витамина Д по сравнению с 200 единицами. Таким образом, профилактика дефицита витамина Д это два пути. Либо это назначение витамина Д детям, находящимся на грудном вскармливании, либо дополнительное назначение витамина Д и кормящим матерям. Таким образом, женское молоко действительно является золотым стандартом. Но золотым стандартом оно является в том случае, если матери обеспечены, достаточно обеспечены витаминами. И в том случае, когда речь идет о странах, где имеется дефицит витаминов в рационах матерей, в этих случаях мы имеем низкие уровни содержания витаминов в женском молоке. Питание матери не всегда является оптимальным, и поэтому во время лактации сейчас имеются такие рекомендации, как использование поливитаминных комплексов, даже независимо от характера питания матери. В данном случае мы хотим представить результаты исследований, проведенные в лаборатории витаминологии института питания под руководством Верми Тарафанной Коденцовой. У матерей, кормящих в рационах, выявлен дефицит и недостаток целого ряда витаминов. И в данном случае представлены, на наш взгляд, достаточно интересные данные. Были взяты две группы женщин, которые в одном случае принимали поливитаминные комплексы, начиная с беременности и на протяжении лактации, и вторая группа, которые не принимали эти препараты. И в том случае, когда женщины принимали препараты, у них гораздо реже встречался недостаток витаминов в сыворотке крови, и кроме этого секреция витаминов с молоком была значительно выше. Даже в тех случаях, когда не наблюдалось статистических различий, достоверных значимых различий, даже в этих случаях концентрация была выше в два раза. А статистические достоверные различия были получены для витамина А и витамина В6. И степень удовлетворения потребности ребёнка в витаминах за счёт получения молока была почти стопроцентной у матерей в тех случаях, когда матери получали витаминные комплексы. И очень интересный момент, что в этих случаях, когда матери получали витаминные комплексы, у них отмечалось также и увеличение лактации нас соответствовало тем рекомендуемым объёмам, которые должен получать ребёнок. Здесь 500 мл на 20-30 день сутки жизни получали дети. А в группе, когда женщины не принимали витаминные комплексы, этот объём составлял где-то 250-300 мл. Таким образом, недостаточная обеспеченность микронутриентами организма, кормящей матери, приводит к снижению секреции микронутриентов с молоком, к недостаточному уровню потребления микронутриентов у младенцев, находящихся на грудном вскармливании и к недостаточной обеспеченности микронутриентами организма ребёнка. И вывод, который можно сделать, что оптимизация витаминного статуса кормящей женщины, а следовательно и выделяемого молока, является естественным, максимально сохраняющим преимущество грудного вскармливания и одновременно безопасным способом. То есть, с одной стороны, мы обеспечиваем через питание матери, обеспечиваем в достаточных количествах витаминами ребёнка и тем самым улучшаем витаминообеспеченность грудных детей. Способы улучшения витаминной обеспеченности кормящих матерей, они могут быть различными. Это приём поливитаминных препаратов, витаминно-минеральных комплексов, биологически активных добавок, это включение в рацион обогащённых витаминами продуктов и включение в рацион специализированных продуктов для кормящих матерей, которые в настоящее время выпускаются в достаточных количествах различными фирмами. Они доступны. Что касается ответа на второй вопрос, при обогащения заменителей женского молока продуктов детского питания в целях необходимо введения витаминов в количествах, которые бы удовлетворяли физиологическим потребностям детей первого года жизни. И сопоставление состава зрелого женского молока и коровьего молока, здесь выделено различия в составе, и минимальное содержание витаминов в адаптированных смесях, оно должно соответствовать рекомендуемым нормам физиологических потребностей, а не минимальному уровню витаминов в женском молоке, потому что минимальный уровень витаминов в женском молоке это тот уровень, который имеется, как правило, у матерей из развивающихся стран у матерей при дефицитном их питании. И минимальное содержание витаминов адаптированных смесей и должно быть выше минимальных концентраций в грудном молоке. Верхнедопустимый уровень потребления это тот наибольший уровень суточного потребления витаминов, который не представляет опасности развития неблагоприятного воздействия и ни один из витаминов в заменителе женского молока не превышает верхнего допустимого уровня потребления. Избыток водорастворимых витаминов выводится из организма, поэтому их токсичность крайне низкая. На данном слайде мы приводим данные, что у младенцев нет возможности определения токсичности действия витаминов, поэтому принято, что предел содержания витаминов в продуктах не должен быть выше пятикратного увеличения по сравнению с нормами потребностей и что касается витаминов В1, ПП и В6, для них верхний уровень в продуктах не должен быть выше 4, 2 и 5 при увеличении в 5 раз соответственно. И в заключение нам бы хотелось представить продукты стерилизованной смеси, которая сейчас выпускается под торговой маркой Агуша. Витаминные комплексы вводятся в продукты в виде премиксов и имеется специальная технология микрокапсулирования, это касается жирорастворимых витаминов и вот эти микрокапсулы они способствуют благодаря тому, что они создают стабильность, повышают срок хранения, срок годности, улучшается растворимость и на данном слайде представлены новые жидкие молочные смеси, обогащенные витаминами А, Д и Е и они, эти смеси, они сейчас широко используются в питании детей первого года жизни, имеются первые, имеются вторые формулы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Мария Владимировна, за интересное сообщение, молодец, спасибо. Уважаемые коллеги, вот мы вот Татьяна Дарвановна сейчас спросим, у нас пять минут есть время? Есть. Значит, тогда мне хотелось бы предложить возможность задать вопросы, во-первых, профессору Калецка, во-вторых, Ольге Алексеевне, и в-третьих, Мария Владимировна. Пожалуйста, потому что темы, так сказать, вдруг в докладах пересекаются, поэтому вопросы могут быть общие. А может мне задать вопрос? Да, конечно, конечно. Нет, а это сейчас Юля прочитает, переведет. Уважаемые коллеги, действительно, мы заслушали очень интересные доклады и тема просто животрепещущая, и мне вопрос и к профессору Калецка, и к Марии Владимировне по поводу доз витамина D для беременных, кормящих женщин. В нашей стране эта доза составляет 500 международных единиц. В данных последних результатов мировых исследований эта доза 4000 международных единиц, и она должна отдаваться для того, чтобы ребенок через молоко матери был обеспечен этим витамином. Поэтому мне хотелось бы услышать эти комментарии. Вера Митрофан лучше всех прокомментирует, но эта доза изменена. Вера Митрофан, ну скажите, сколько, 10, да? Да. 500 у нас. Это для всех возрастов? Да. А беременных кормящих, а беременных. А что касается беременных, ну это маленькая, 500, это надо пересматривать. Спасибо, Вера Митрофановна. Посидите. Вы только пришли, подождите, пожалуйста. Сразу руку тянем. Вера Митрофановна. Да, да, да. Юлия, уже вопрос. Вера Митрофановна. Yes, I would fully agree. Our recommendation is to give for infants a supplement of 400 to 500 units per day until they see the second summer. So depending on the time of birth for 12 to 18 months, we supplement them with 400 to 500 units. for children, we see an average deficit of about 200 to 250 units. So we would aim at topping up the average intake by at least 200 to 250. But of course there is a lot of variation. So one would be perhaps on the safer side to go slightly higher. and also, yes, in pregnant women we would advise to go slightly higher. And the dose for pregnant women? We would go for higher doses, at least 500, but we also would not be concerned to go slightly higher. В отношении детей рекомендации в Германии использовать 400 международных единиц, начиная с рождения до 2-го лета у детей, то есть получается до достижениями 12-18 месяцев возраста в дальнейшем дозы в среднем 200-250 международных единиц. В отношении беременных кормящих женщин тоже в основном рекомендации 400 международных единиц. От 400 до 500 международных единиц. Бертольду, можно короткий вопрос методический? В исследованиях по обеспеченности детей витамином Д в Германии исследовали витамин Д в крови или все-таки его активный метаболит 1,25 или 25 оксид? Витамин Д в Витамин Д в Витамин Д в Германии В качестве маркера обеспеченности использовали печеночную форму витамина Д 25 гидроксихоликальциферол и в качестве желаемого уровня обеспеченности уровень 75 наномоль на литр. Ну не витамин Д, понятно, спасибо. Пожалуйста, доктор Фурцев, пожалуйста. Мария Владимировна, вам вопрос, вы не слышите? Витамин Д в Витамин Д в Витамин Д Нет, ну что это оформленные документы публикованные статьи, а ну что? Что опять не так? Ну загадка, фантазия, ну и чего, хорошо. Все принимают витамины дружно, чем вы недовольны? Уважаемые коллеги, пожалуйста, последний вопрос. Пожалуйста, последний вопрос, кто хочет задать? Нет вопросов? Значит, тогда разрешите, Татьяна Доровна, будете два слова? Давайте. Значит, уважаемые коллеги, я думаю, что мы сегодня провели благодаря компании Пепсика отделение, вы называетесь Вимбельдан теперь, да? Отделение Вимбельдан, очень полезный для нашего современного состояния общества вопрос. То есть, мы вновь должны говорить, реанимировать представление о необходимости витаминов. И мне кажется, что в выступлении и профессора Калецка, и профессора Громовой, и профессоров Гомашинской, и Каденцовой достаточно убедительно подтверждены, собственно, известные данные, но они еще раз прозвучали очень актуально, что действительно дефицит витаминов различных групп, в частности, фолиевой кислоты, витамина Д, очень много интересного, ведет к серьезным нарушениям состояния здоровья. И отказываться от представления о необходимости витаминов, как пытаются сейчас сделать некоторые средства массовой информации, возбудимые родители некоторые, абсолютно неправильно. Другое дело, что назначение витаминов должно быть обоснованным, нужно учитывать индивидуальную переносимость, если говорить о старших детях, но сам по себе факт важности витаминов является непреложным, и с этой точки зрения, я думаю, что наш симпозиум дал ответ на вопрос значения и польза витаминов, соотношение, ну, Вася, вывод в пользу того, что назначение витаминов действительно необходимо, никуда мы от этого не уйдём. Я хотел бы поблагодарить всех участников, докладчиков, профессора Бертольда особенно, за возможность прибыть к нам и с таким интересным докладом выступить, и пожелать всем здоровья, ежедневного приёма поливитаминных препаратов и хорошего настроения. Спасибо за внимание.